Всех сердечно поздравляю с вербным воскресением. Этот праздник любим в нашем народе. Мы украшаем храм, приносим ветви и вспоминаем события почти двухтысячелетней давности, когда Христос вошел в Иерусалим, и за те чудеса, которые Он творил в иудейском народе, особенно последние, перед уже своими страданиями воскрешения праведного Лазаря, свидетельствовали о том, что это действительно Мессия и именно тот пророк, которого ждал иудейский народ. Но, подходя к стенам Иерусалима, Господь заплакал и сказал городу, «О, если бы ты знал час, который наступил, но, к сожалению, глаза твои слепы, и это закрыто от тебя, так оставляется дом твой пуст и не останется камня на камне». Вот так, в противовес этим восклицаниям людским, которые больше принадлежали к внешней славе, ибо если бы не слышали о том, что Христос совершил чудо, то, наверное, бы и не принимали его так в Иерусалиме. Но именно в противовес этому Господь смотрит вглубь событий и открывает нам истинные смыслы. И не внешнее красит человека, а намерение, то сердечное устремление, те сердца, насколько они искренны, насколько они благородны и добры, насколько они достохвальны и красивы, чтобы действительно от полноты такого сердца высылать эту славу Богу. Мы видим, что через несколько дней эти же люди будут кричать другие слова, совершенно противоположные тому, что мы слышали сегодня. И для нас это внимательный урок тому, как мы должны жить. И когда мы приносим веточки вербы в Храм Божий и вместе с Церковью воспеваем Господа, Который шел на страдания ради нас, чтобы исцелить и нас от грехов, от страданий, от смерти, то мы должны быть наполнены настоящей любви, настоящего милосердия, настоящими быть сами. И чтобы наше сердце было таким, как у детей, которые от полноты души восклицали Господу славу. И от них Он принял эту славу, ибо дети, конечно, во всей своей красоте, благочестивой жизни, святости, непорочности, они нам показывают ангельский мир, который восхваляет Бога. Поэтому сегодня и завтра, созерцая эту красоту Божественной любви, Его милосердие, с которым Он идет на спасение мира, будем благодарить Господа. И лучше всего, когда мы благодарим от чистого сердца, то есть от сердца, которое уже очищено от грехов и страстей. Но если у нас это не получается, то, значит, будем признавать свои ошибки. Не как гордые фарисеи, которые кричали, не успеваем, весь мир идет за Ним. Да, за Христом пойдет весь мир и вся Вселенная, потому что это наш Творец и Создатель. И Он нам открыл истину жизни, Он открыл нам себя. И Он сказал, кто Он есть. Он дал нам нравственный закон и дает нам время для спасения души, чтобы мы успели исцелиться от той греховной раны, которую нанес дьявол всему человеческому роду. И у нас это может получиться, если мы будем с Богом, если мы будем слышать Его голос, если мы будем идти за Ним. И, взявши свой крест, глаголем «Благословен гряды во имя Господне», так мы сегодня восхваляем Господа, потому что Он идет нести свой крест за жизнь мира. Я поздравляю вас с этим праздником, благодарю за нашу общую сердечную молитву. И в преддверии уже страстных дней, когда мы вспоминаем о страданиях Господа, будем укрепляться душою, будем преисполнены милосердия, сострадания к ближним, будем чаще молиться, будем больше молчать, чтобы не растерять ту благость и благодать, которую дает нам Господь через прикосновение к этим торжественным событиям, чтобы и мы тоже в благодати Святого Духа, который собирает нас всегда в Храме Божьем, спасались и открывали свои сердца, очищали их, преображали нашу жизнь, ибо для этого и пришел Христос на землю. Пусть Господь укрепит вас, даст благодать свою обильно, наполнит ваши сердца светом, милосердием и любовью и сделает крепкими, сильными, как и должен быть человек. Ибо об этом пишет и апостол Павел. Бусть кротость, сила, благодать, благость, все эти прекрасные добродетели в нас приумножаются, ибо за нас пострадал и воскрес Христос.